Управление по туризму и внешним связям администрации Угличского муниципального района организовало первый рекламный тур в Углич, во время которого наш город посетили представители более 20 московских турфирм, организующих туры по городам Золотого Кольца и журналисты крупнейших СМИ, освещающих сферу туризма. Цель такого рекламного тура, во-первых, показать потенциал города Углича, туристский потенциал, и во-вторых, донести стратегию до туристических компаний, стратегию Угличского района о том, что Углич развивается и будет развиваться дальше в туризме, что в Угличе всегда есть чем заняться, есть много чего интересного и самое главное, что мы готовы дальше делать все для того, чтобы их бизнес процветал и для того, чтобы в Угличе было много туристов, чтобы Углич развивался и было здесь лучше и лучше. Лучше – это когда в Углич будут приезжать все больше и больше туристов, и у угличан, соответственно, будет все больше и больше возможностей зарабатывать на туризме. Поэтому было важно, чтобы представители турбизнеса, за которыми стоят сотни наших потенциальных гостей, убедились сами и убедили других в том, что в Углич ехать стоит. В течение двух дней участники рекламного тура, пребывая в роли туристов, знакомились с возможностями туристической сферы Углича. Путешествие по Угличу для наших гостей началось с приема в районной администрации, где глава района Элеонора Шереметьева и ее заместитель по туризму и международным связям Елена Канева ознакомили их с историей города, с имеющимися предложениями нашей туристической сферы и с дальнейшими планами ее развития. Затем последовала насыщенная культурная программа, во время которой были представлены все новинки Углича туристического – гостиницы, музеи, интерактивные программы. Представители турбизнеса и журналистов приятно удивили темпы гостиничного строительства. В прошедшем году была введена строй гостиница «Москва». Открылась после реконструкции гостиницы «Чайка». Осенью этого года завершится строительство гостиницы «Волжская ривьера» в центре города, и она будет первой в Ярославской области с уровнем четыре звезды. У меня есть возможность сравнивать. Я, если мне память не изменяет, был в Угличе первый раз в году в 70-м, вот последний раз серьезно был в 2000-м году, вот имею возможность сравнить. И меня просто, так сказать, приятно поражают эти темпы, которыми туризм занимается здесь. Восемь лет назад, когда я сюда приезжал, здесь была только одна гостиница вот эта вот, которая Углич. Сейчас вот то, что здесь делается, то, что сюда сейчас пришли такие инвесторы, в общем, я понимаю, что это во многом, так сказать, личная заслуга. Вот, я надеюсь, что если сюда, как говорится, деньги пришли, то я надеюсь, что они отсюда не уведут. «Я впервые в вашем городе. Неожиданные впечатления очень приятные. Вот, очень все интересно. Прекрасные церкви, прекрасные музеи, очень хорошие. Вот, чувствуется город в развитии, идет в стильное развитие. Вот, гостиницы очень интересные. В принципе, есть что предложить туристам». Основные условия развития туристической сферы Углича, еще несколько лет назад обсуждавшиеся на уровне районной администрации в качестве проектов, в настоящее время становятся реальностью. Гостям есть где разместиться и есть чем заняться. Сегодня Углич имеет 597 гостиничных мест, интерактивные музеи различной концепции, фестивальные программы. Это только начало, но оно, тем не менее, уже получило должный резонанс. «Город развивается, и он развивается, и на него могут равняться другие города, малые города. Потому что сейчас, вот если говорить о развитии малых городов, то Углич, наверное, занимает одно из первых мест. Как-то мы привыкли к тому, что Владимир Суздаль, а сейчас я чувствую, что Углич, он выходит на первое место. Именно Угличский туристический бизнес на самом деле является, на мой взгляд, лидирующим во многих малых городах России. В действительности, очень большое количество музеев, очень большое количество музеев интерактивными программами. Музеи не стоят на месте, они развиваются с каждым годом, они каждый раз предлагают все новые и новые представления, новые тематики. И это очень приятно. Я в восхищении от Угличских музеев, особенно от его галереи под благодатным покровом, от музея городского искусства. Приятно созерцать великолепные церкви, которые реставрируются, за которыми ухаживают, и в городе поддерживается православная культура. К Угличу притягиваются большие человеческие ресурсы федерального уровня. Углич представляет собой интерес для инвесторов очень высокого уровня. И уже то, что открылся замечательный музей при гидроэлектростанции, который создан при участии РАУ ЕС России, это очень приятно. Потому что такие музеи, они прежде всего созданы для того, чтобы воспитывать молодое поколение, чтобы развивать их, чтобы дети росли всесторонне развитыми, интеллектуальными людьми. Я генеральный директор туристической компании «Отечество». Основным нашим действием, деятельностью нашей является школьный туризм, молодежная политика, развитие молодежной политики и активное развитие школьного туризма. Для нас очень интересно именно сам Углич и музей русского быта, тем, что погружает нас в то прошлое, чтобы можно было осознать, понять тот факт, как жили наши предки, наш быт, нашу культуру. Для того, чтобы это дело развивалось и как можно наши дети знали наше прошлое, знали нашу историю. Участники рекламного тура убедились лично, что по музеям Углича сегодня действительно можно изучать историю и культуру России. В музее гидроэнергетики они познакомились с историей развития отечественной гидроэнергетики. В музее под благодатным покровом душой соприкоснулись с православными ценностями. В музее русской водки узнали нечто новое о культуре пятияна Руси. Совершили путешествие во времени, едва перешагнув порог музея городского быта и погрузившись в атмосферу XIX века, поскольку здесь они были не только зрителями и слушателями, но и участниками действа. Живая картина крестьянской жизни предстала перед ними в музее «Иной мир» деревни Ивашково с гостеприимными хозяевами, типичной русской избой и традиционным подворьем с живыми экспонатами. Самое главное, что отметили все участники Татура, это какой-то необычный такой душевный потенциал города Углича, где очень много талантливых людей, которые организуют вот эти интерактивные музеи. Чувствуется, что люди работают с душой, причем каждый работает на своем уровне с душой, на своем месте. Вот каждый человек на своем месте. Это удивительно. Вот мы куда бы ни пришли, мы видим людей необыкновенно талантливых, способных. И чувствуется, что здесь люди находят в себе применение. И, кстати, все отметили именно тот момент, что Углич насыщен вот этими оригинальными музеями. Не какими-то выставками, экспозициями такими неживыми, а именно тем, где можно поиграть, посмотреть, где можно привезти детей, и они что-то поймут, когда им расскажут вот в такой игровой форме. Когда показывают, обучают ненавязчиво, оригинально и очень с душой. Это всем, конечно, запало в память, в сердца, что вот так вот это проводится. Подход к каждому отдельному туристу, независимо от возраста. Ребенку, вот мы сейчас были в деревне Ивашково, по-моему, называется. Это великолепнейшие программы. Это то, что ваш театр, музей городского быта. Вот, это, конечно, очень производит большое впечатление. Жалко, что мы сидим в Москве, об этом ни о чем не знаем. В Москве, в принципе, таких музеев нет. Там все слишком как бы уже выхолощено. Здесь именно чувствуется душа, вот как бы вот именно глубинки. Россия. Вот, музей водки очень интересный, неожиданный очень. Два дня с влашным фонтаном эмоций. Вот, поэтому все хорошо. Ну, вот просто последнее, это музей в Ивашково, где совершенно замечательно восстановлено, как оно есть и как оно было. И вся деревня, скажите, показана, в общем, близко и достоверно. Я был в настоящих деревнях, где просто нет электричества, поэтому все это ценное не понаслышке и могу оценить, насколько хорошо они все это восстановили. Но что еще ценно, они, ведь кроме бытовых вещей, они там еще и восстановили такие социологические вещи, психологические, взаимоотношения. Много хороших отзывов прозвучало и на пресс-конференции по завершению программы. В то же время были и предложения по совершенствованию каких-то моментов и критика. Кстати, обсуждая возможности Углича, профессионалы турбизнеса, немало повидавшие на своем веку, сравнивали его по потенциалу с малыми городами Италии. Одно дело, когда мы это смотрим со своей колокольни, другое дело, когда приезжают люди, профессионалы своего дела, и они уже смотрят на это с точки зрения того, а как останется ли доволен их турист. Поэтому для нас это все очень важно. Важно, что состоялись контакты с прессой, и возможности Углича получат еще более широкий резонанс. Важно, что состоялись контакты с туристическими компаниями, которые намерены продолжить сотрудничество с Угличем в более широком плане. Многие фирмы, которые возили только на один день, сейчас сказали, что они пересмотрели свои программы, и все будут стремиться к тому, чтобы делать обязательно ночевку в Угличе, а второй день уже, может быть, дополнять другим городом или делать здесь же. Но я говорю, что еще раз, что все изъявили желание все-таки оставаться ночевать здесь. А для нас это очень важно. Это, наверное, самый главный результат, который мы хотим получить, чтобы люди не только приехали на один день, но и ночевали здесь. И, наконец, важно то, что число туристов реально обещает быть больше. У нас специализированное немножечко направление, как сегодня говорят, направление делового туризма. Мы обслуживаем многие наши известные организации крупные, и строительные, банковские. Обслуживаем, значит, также принимаем иностранцев. Поэтому вот с этой точки зрения, вот это пребывание в Угличе, в гостях, я почерпну для себя очень много для дальнейшего планирования таких интересных деловых программ. База, я чувствую, что база с каждым годом здесь становится все лучше и лучше. Прекрасные условия для приема иностранцев. Сейчас я собираюсь на австрийскую выставку АСТБ в Вену. Я думаю, что там нам будет что рассказать. Именно вот, я считаю, сердце России о наших очаровательных русских городах. И обязательно об Угличе я везу самое, я думаю, интересное предложение вот для наших европейских друзей, друзей-операторов, друзей просто, с которыми мы много лет общаемся. И те сувениры, которые мы здесь приобрели, совершенно великолепно отражающие дух, сердце Углича, я думаю, они тоже помогут привлечь сюда, вот, а я беру на себя обязательство привезти сюда как можно больше гостей. Продолжение следует...